Сегодня мы с вами поговорим немножко про 134-й лист трактата Баба Батра. И здесь я бы хотел начать с историей, которая начинается на конце предыдущего листа. Был такой человек, который... Ну, мы говорили про Мишну, где говорится, что не стоит человеку лишать наследства своих законных наследников, и в частности детей. Такое говорится, что какой-то человек решил именно так поступить, видимо, у него был неправедный ребенок, и он все свои деньги передал Йонатану бен Узиэлю. Кто помнит, кто такой Йонатан бен Узиэль? Это был ученик Хилала, который перевел пророков на арамейский язык. И хотел перевести Писание тоже, но это не... С небес так получилось, что не хотел в сегодняшний раз переводить Писание. Он фактически... Ведь перевод это не только перевод дословный, это интерпретация. Часто без Таргум Ункилоса и Ктори, и без Таргум Йонатана к пророкам трудно понять смысл стиха. Очень часто Раши и другие комментаторы, Радак, цитируют, соответственно, в комментариях к пророкам, цитируют Таргум Йонатан. У нас есть перевод, так называемый, Йонатана по всему... по всем книгам пророков, по всем книгам Навиим. А вот к Тувим есть какие-то переводы не очень аутентичные, их мало кто цитирует. И только к некоторым книгам к Тувим есть переводы. Так вот, кстати, есть большой вопрос. На самом деле, тот перевод, который у нас сохранился, это тот самый или перевод Йонатана, или это другой вообще перевод? Говорят от имени Миска Гаона, что это другой перевод. Есть некоторые доказательства этого. Сейчас мы не будем в это вдаваться. В таком случае, когда-то раб Йонатан бен Узиэль перевел Тору на арамейский язык. Но вообще в Талмуде он редко упоминается. Вот здесь одна из историй про него. Что какой-то человек ему передал все свое имущество, чтобы сыну не досталось наследство. И что тогда сделал Йонатан бен Узиэль? Он, видимо, был против того, чтобы полностью решали наследство законного наследника, поэтому он сделал так. Третью он отдал храму. Это все еще было во время храма, да? Хилал жил порядка ста лет до разрушения храма. И, соответственно, его ученики были еще в период времени, когда стоял храм. Так он, значит, треть хигдиш, как говорится, сделал святым, да, передал храму. Другую треть он продал, видимо, для своих собственных нужд. И, наконец, треть он вернул наследникам. Так вот, Шамай, он тоже был в том поколении, в том же, что и Хилал, да, учитель Йонатана бен Узиэля. Шамай пришел к нему и стал с ним спорить. Он считал, что раз воля умершего была не отдавать никакое наследие сыновьям, то не надо было ему так делать. И хотел это все аннулировать. И на этом Йонатан сказал, что, смотри, ты же не можешь аннулировать другие части. Я своих денег дал, я захотел дать детям умершего, я дал. Так же, как и другие части, ты не можешь аннулировать мой подарок, например, храму. И заодно здесь приводится Брайта, которую мы также видели в еще одном трактате, в трактате Сука. О том, какие великие были ученики у Хилала. Что говорится, у него было 80 учеников, причем самый великий ученик был как раз этот Йонатан бен Узиэль. А самый маленький из учеников, может, самый молодой, был Раби Йоханан бен Закаева. Тот мудрец, который в результате пережил разрушение храма, он очень длинную жизнь прожил. И немножко даже пережил разрушение храма. Скорее всего, вскоре умер после этого, но был уже старейшиной поколения. Он был из учеников Хилала, из молодых учеников Хилала когда-то. Значит, Раби Йоханан бен Закаев был младший и меньше из учеников, а самый великий был как раз Йонатан бен Узиэль. Ну и описывается, что даже этот Раби Йоханан бен Закаев умел понимать язык ангелов и так далее. Ну, кое-что из этого возможно преувеличения какие-то, но идея в том, что даже самый маленький из учеников Хилала был такой великий. А уж что говорить о Йонатан бен Узиэле. Что, как говорится, когда птица пролетала рядом, когда он занимался торой, она сгорала, может, тоже не в буквальном смысле. В общем, человек был очень большой святости от Йонатан бен Узиэль. И дальше у нас внизу первой стороны листа есть еще одна Мишна, что если человек говорит, что у него есть сын, то в это мы верим. Если он признает какого-то человека и говорит, что это мой сын. А вот в отношении брата мы ему не верим. В смысле, если он, когда, допустим, делят наследство кого-то, предположим, трое сыновей делят наследство умершего, а потом появился четвертый человек, и я, говорит, их брат. Я тоже сын умершего. И один из этих сыновей признал его, но остальные нет. Но они не уверены, как Кагимора заключит, что они не говорят, что он их брат, но они говорят, что они не брат. Мы, говорит, не знаем. Тогда он только делится, тот, кто его признал, делится своей частью наследства с ним. То есть, в смысле, вот, например, в случае, если было всего четыре брата, включая этого нового, неизвестного брата, то как получится? Значит, каждый должен был получить треть, а теперь появился новый брат. Так вот, тот, который его признал, он отдает четверть от своей части, он отдает четверть, да, чтобы получилось, что если бы действительно брата признали все, то каждый бы отдал ему по четверти своей части, и получилось бы, что он получил двенадцатую часть общего наследства от каждого из братьев, то есть четверть общего наследства. Ну, мы сейчас, допустим, если нет первенца, я упрощаю немножко математику здесь. А в данном случае только один из братьев признал. Значит, он ту часть, которая от его наследства была вычета, если это действительно их брат, раз он признал, он отдает, то есть четверть от своего полученного наследства, то есть двенадцать часть от общего. А остальные братья, так они его не признали, они не обязаны давать часть своего наследства. То есть, из-за того, что один признал, остальные не обязаны ему верить. Но, если теперь умрет этот брат, новый брат, тогда вернется назад, соответственно, деньги, которые отдал ему тот, который его признал, они ему возвращаются назад. А вот, допустим, этот новый брат получил какое-то наследство, то есть имел какие-то деньги, и теперь наследство перепадает этим братьям. Они таки все делят наследство. Так они не отрицали, что он их брат, они просто не знали. Хотя признал его только один брат, мы не говорим, что теперь, когда, наоборот, выгодно стало быть его братом, оказалось, что он, допустим, миллионер и умер, то мы не говорим, что тот, кто его признал, пусть получит все наследство от него, если других наследников нету, да, если у этого человека не было детей, например, и все наследство идет братьям. Раз остальные братья не противоречили его словам, то, соответственно, они тоже получат часть наследства этого умершего брата. И на этом я на сегодня закончу. И тут, конечно, есть в Талмуде подробные уже дискуссии, в какой степени, когда мы верим, и до какой степени мы верим, когда человек, например, признает сына и все остальное. Я уже эти технические детали обсуждать сегодня не буду. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.